Инновационные методы обучения в дошкольное образование. В эти дни в Якутске проходит первый форум работников образования «Профессиональный стандарт». Одно из нововведений, которое относительно не так давно начали распространять и на дошкольные учреждения, это оснащение детских садов кабинетами инженерии и современными лабораториями. Как сегодня учат детей по новой методике в детском саду, кораблик расскажет Серглана Захарова. Игорь Варламов уже свои пять лет точно знает, кем он будет, когда вырастет директором настоящей фабрики по изготовлению мороженого. Как и в любом современном производстве, на ней не обойтись без роботизированной техники. И будущий директор уже сейчас начинает нарабатывать умения по работостроению. Они будут делать новое мороженое. Все начинается с простейшей улитки, пока она двигается только вперед и назад. Но уже совсем скоро дети смогут смастерить настоящего динозавра. Там уже много деталей используется. Динозавр не просто прямо может движется, а может еще повороты делать. Методика заключается в том, что от начального сначала знакомятся с деталями, креплениями, несложной конструкции, а потом уже сложные и сложные по стадиям. Незаменимый навык в современном мире для человека – умение общаться с интерактивными технологиями на «ты». В детском саду «Кораблик» этот навык прививают уже с самого младшего возраста. В программном обеспечении есть разные уже задания. И по этим заданиям они поэтапно идут знакомиться с мальчиком, который у нас тут в главной роли. И дальше таки занятия уже даются, задания даются, дети слушают, выполняют задания. Развивается, конечно, мелкая моторика координации в пространстве. Внедрять новые технологии начали с этого года. Оборудование приобрели на субвенции, выделяемые из республиканского бюджета. В Якутске это стало очень большим шагом для развития исследовательской деятельности дошкольного возраста. Главное, чтобы была преемственность. Из детского сада перешло в начальную школу, из начальной школы перешло уже в среднее, старшее звено. Сегодня по новой методике детей учат в 38 дошкольных образовательных учреждениях столицы, но со временем технологии внедрят во все детские сады. В этом году верхушкой этой пирамиды будет создание детского технопарка на базе Дворца детства. Это панториум, который будет организован за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Образование не стоит на месте и идет в ногу со временем. Меняются интересы подрастающего поколения, а значит и подходы в обучение. Но одно остается неизменным. Любовь и тягу к знаниям прививать детям нужно с самого раннего возраста. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.